Добрый вечер! Замечательная атмосфера на арене, фантастика, энергетика. При таких болельщиках надо играть, побеждать и забивать как можно больше голов. Ребята молодцы! Мы серьезно очень поработали после прошлой игры. Были собрания, потренировались, хорошо поговорили, обсудили те детали, которые нужно улучшить. В первую очередь реализация. Сегодня была уже лучшая реализация, забили хорошие голы. Но вместе с чем работать, это опять-таки еще раз наша реализация голевых моментов, потому что много создаем голевых моментов. И когда мы будем реализовывать наши голевые моменты, мы будем выиграть с явным преимуществом. Понятно, что мы и отрабатываем игру в обороне. Допустили пару ошибок сегодня и в меньшинстве. В игре 5 на 5. Один гол пропустили. Поэтому есть над чем работать. Будем работать и улучшать нашу игру. И готовимся к следующей игре. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы. Ледовый дружин, пожалуйста. Здравствуйте, Роман Борисович. Все матчи со «Спартаком» в этом сезоне получаются невероятно интересными. Таким прям спортивным драйвовыми. В чем главный секрет? Какой-то специальный настрой у вас на «Спартак»? Ну, здесь надо должное сопернику. Играют в яркий комбинационный хоккей. Быстрая команда. Играют в короткий пас. Много тоже создают моментов. И поэтому мы все видим, что такой хоккей нам нужен. Это очень интересно. Отзывы болельщиков. Полные трибуны сегодня. И чем больше таких игр, тем лучше для хоккеистов. Это развитие каждого игрока. Каждого тренера. Именно такие матчи развивают нас. Мы становимся лучше, сильнее. И самое главное. Это приносит удовольствие болельщикам. И такой хоккей нам нужен однозначно. И это на все влияет. Посещаемость, вы видите. Просто билетов не достать. На игру было. То есть все было продано давно. И это как раз то, к чему мы стремимся. Потому что это энергетика и поддержка наших болельщиков. Когда мы выигрываем. И дома мы обязаны выигрывать. Поэтому будем стремиться улучшать детали. И играть еще ярче. Но здесь надо поблагодарить соперника. Сильная команда. Быстрый хоккей играют. Современный. И чем больше будет таких команд, тем интереснее будет для всех. Сегодня в отечественном хоккее два очень ярких события. Вначале Александр Овечкин забил 802-ю шайбу. И вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. И сегодня 100-ю шайбу и 101-ю забросил капитан команды СКА Дмитрий Яшкин. Прокомментируйте, пожалуйста, эти события. Мы поздравляем Александра Овечкина с этим достижением. От души. Саша очень много работает. Мы с ним летом встречались в Новогорске, когда мы проходили наши предсезонные сборы. Он там тренировался, готовился. Мы поговорили. Здесь главное пожелать ему здоровья, чтобы он смог выйти на первое место в мире. Это серьезная работа. За каждой шайбой стоит огромный труд. Каждая победа, каждый разобитый гол дается большим трудом всем. И Саша Овечкин не исключение. Он очень много работает, тренируется для того, чтобы быть первым в мире. И здесь работа шаг за шагом. Это пожелаем ему удачи. А то, что касается Дмитрия Яшкина, он быстрее всех забил. 100 шайб в КХЛ. Такие мастера, как Мазякин, Морозов, Алексей позади. И это о многом говорит. Это очень серьезное достижение. Мы поздравляем Дмитрия. Все команды поздравили. Желаем тоже ему удачи, побед, здоровья. В первую очередь, чтобы он вышел на новый уровень. И забил еще быстрее следующие 100 шайб. Но это работа шаг за шагом. И, как мы всегда говорим, для нас самое важное – это следующая игра. Он, как наш капитан, это как никто понимает. Роман Борисович, маленькая ложечка дегтя. Но все-таки игра в большинстве сегодня как-то не очень пошла. Можете прокомментировать? Игра в большинстве – это то, над чем мы работаем постоянно. Но если мы говорим о реализации большинства, мы реализовали три попытки. И один кол не засчитали. Поэтому здесь, понятно, что нет предельного совершенства. Нужна стопроцентная реализация. К этому будем стремиться. Но мы видим, что уже, скажем так, поклевки очень серьезные. То есть ребята начинают друга понимать, находят взаимопонимание. Наша задача – добавить креатива, импровизации, чтобы были разные розыгрыши. Мы уже видим разные розыгрыши. Соперникам стало намного сложнее против нас играть в меньшинстве. Потому что где-то нас, понятно, разбирают и будут разбирать. Поэтому у нас будет несколько вариантов. Мы сегодня показали 2-3 варианта. Из них забили два гола. Еще добавим вариантов, чтобы нашим соперникам было сложнее. И ребятам нашим, вот эта вот культура, импровизация и креатив – это то, получить удовольствие от игры. Хоккей – это игра. Да, базово. И фундамент – это работа и дисциплина. Самое важное. Без этого никуда. Но мы добавляем импровизации, добавляем креатива. И мы видим результат. Ну, дальше работаем, не расслабляемся. Именно реализация большинства и реализация игровых моментов нам пригодится в следующей игре. Поэтому будем тренироваться и работать, чтобы выйти на новый уровень. Спасибо, спасибо за наступающим. Роман Борисович, про большинство. Сегодня Андрей Алтебурмакян появлялся в одной из бригад большинства. Прокомментируйте, пожалуйста, его переход из Сочи. Почему решили этот переход осуществить? Спасибо. У нас ребята, многие сейчас играют в СКА. Это наши воспитанники. Зыков в Спецнаградке. Николаев из Ленинградской области. Алтебурмакян с Приморского района. Это наш пацан. Он играл в Сочи. До этого он играл в АХЛ, в НХЛ, в Чикаго. В хорошей организации. Он набрался опыта. И сейчас пришло время выходить на новый уровень. Он готов. У него есть все задатки для того, чтобы вписаться в нашу систему. Это, в первую очередь, игровое мышление, хорошее катание, понимание игры. Он играет самоотверженно, с огоньком. Есть над чем работать. Мы только сыграли одну игру, выиграли. Его вклад в победу нельзя не переоценить. Он внес вклад в победу, как и все игроки, кто были в составе сегодня. Все молодцы. Здесь командная победа. Всегда победа достаётся большим трудом. Каждый носит свой вклад в победу. Каждый игрок. Каждый игрок, каждый тренер, каждый человек, кто находится у нас в команде. И персонал, и все. И доктора, и точильщики, и массажисты. Это все огромная часть нашей большой семьи. И каждый носит свой вклад в победу. Каждый. Это очень важно. Ну и, конечно, самое важное – наши болельщики, которым очень благодарны за такую поддержку. А будем работать. Еще через работу, через тренировки. Мы видим в нем огромный потенциал. Поэтому наша совместная работа только начинается. Спасибо большое. Спасибо. Алтыбар Майк, кстати, отдал передачу, когда гол не засчитали. Поэтому было хорошее действие. Но здесь, к сожалению, шайба была не засчитана. Но есть с чем устремиться. Роман Борисович, скажите, пожалуйста, все сегодняшние шесть шайб матча – это три дубля. Ну, не считая отмененной шайбой Марата. Скажите, пожалуйста, при анализе игры будут ли сделаны специальные выводы по этому поводу? Ну, например, скажем, что защита не смогла закрыть именно этих нападающих, которые оказались результативными дважды. Ну, вы знаете, мы играем по нашей системе. Если разобрать эти два гола, которые нам забили, ну да, это и розыгрыш. Большинство хорошего соперника на самом деле это прилично разыграли. Открывание за спину. Принц серьезный игрок. Хороший уровень мастерства. Он ярко всегда играет. И еще мы помним очень хорошо с прошлого плей-оффа. Он был лучшим игроком в Динаме Минске. Мы играли с ними в прошлом сезоне плей-офф. Игра от ножа. Мы очень хорошо знаем этого игрока. У нас нету такого понимания как персональная опека. Мы играем системно. Мы все тейруемся. То есть подводим всю команду к единому знаменателю. И здесь скажем так каждая ошибка это всегда индивидуальная ошибка одного из игроков. Но если мы разберем эти голы там получается виноваты все. Когда виноваты все здесь надо тейроваться и разбирать и улучшать эти детали. Многие детали по ходу сезона мы уже улучшили. И сейчас будем улучшать еще. Эта работа продолжается постоянно. Нет ни одной игры в истории хоккей где одна из команд не допускала бы ни одной ошибки. Хоккей это игра ошибок всегда. И здесь главная подстраховка. Один ошибся, друг его подстраховал. Там третий ловит шайбу на себя. Играем самоотверженно. И будем стремиться к тому, чтобы еще меньше пропускать и больше забивать. Это как раз таки и есть наша философия. Мы к этому стремимся. Мы понимаем как этого достичь. Это и меньшинство нужно улучшить и большинство нужно улучшить. Игру 5 на 5. Там очень много деталей. Если мы начнем все это разбирать это мы с вами еще часов 6 будем здесь общаться. Я думаю, что у вас нет на это времени. Но это мы можем всегда проговорить, обсудить коротко. И мы всегда понимаем другого прекрасно то, что у нас все впереди. И мы никогда не будем раскрывать всю нашу внутреннюю кухню, потому что мы хотим выиграть. Поэтому прошу к этому относиться с уважением. Роман Борисович, здрасте. Вот у соперника в составе Чудинов Макс вышел. Отлично вам знакомый и нам знакомый. Любит зарядить где-то из соседнего района. Николаева предупреждали на эту тему, что готовься будет оттуда палить. Конечно наши тренеры вратарей всегда готовят вратарей наших. У нас очень профессиональные тренеры. они работают коллегиально. Готовят и психологические вратарей и физические. Конечно они показывают видео. Очень много работают с видео. Конечно они все показали, разобрали. И как мы видим по результату эти сюрпризы Чудинова не сработали. Я помню как он забивал Коски нет это был Кутейкин. Это был Кутейкин. Я смотрел на полет шайбы разобрал эту шайбу помню шайба летела прямо ему в живот а в самый последний момент она пошла вниз. Это радиоуправляемые шайбы бывают на самом деле. То есть непредсказуемая траектория полета шайбы. Если посмотреть она летела прямо в него и в самый последний момент она летела между ног. Это шайба это хоккей поэтому это интересно всем. Нет логического объяснения как шайба летает. ну вот она так летает. Короткий вопрос можно с Романом Бухаришем. Да получил серьезную травму доктора разберут сыграл самоотверженно попала шайба сильный бросок мы у нас игроки ловят шайбу на себя тут надо отдать ему должное и пожелать ему скорейшее выздоровление но там попало в руку очень сильно в палец большой палец и там надо ждать диагноза но это говорит о том что у нас все ребята играют очень самоотверженно всегда ловят шайбу на себя в каждом моменте на пределе и поэтому это хоккей это мужская игра и шайба бывает больно попадает больно и здесь это пример для всех нужно ловить шайбу на себя играть на команду Роман Борисович предновогоднюю серию игр посетил почти 35 тысяч болельщиков в чем секрет феноменальных показателей посещаемости вы знаете когда мы начинали работу ска у нас было где-то 2000 посещаемость там 3000 в плаве и в чем секрет это работа с людьми это и спортивные показатели конечно тот хоккей который мы показываем нравится болельщикам в первую очередь нравится детям о нас говорят со время все ходили на зенит и зенит скажем так для нас пример додолженная футбольная клуба зенит который нам показывал пример как нам нужно правильно двигаться вперед в плане работы с болельщиками потому что всегда на зените были полные трибуны всегда и мы прививали эту культуру боления заска все эти годы это большая огромная работа видим что это получается это культура культура боления люди выбирают между хоккеем футболом кино театром и надо выиграть конкуренцию как и в хоккее надо выиграть конкуренцию это огромная работа всей команды нашей надо поблагодарить всех сотрудников клуба которые над этим работают ежедневно это огромная работа поверьте мы это обсуждаем постоянно как нам улучшить эту работу такие игры как сегодня Такой хоккей как сегодня такое хоккей нам нужен, такой нужен хоккей всем, болельщикам, и чем больше будет таких игр, и чем больше будет таких команд, которые играют в таком стиле, в комбинационном стиле, скажем так, в нашем советском стиле, можно сказать так, так играла сборная СССР, и тем больше будет у нас людей, тем больше мы получим болельщиков, детишек, которые пойдут в хоккей. У нас уже не хватает льда, у нас, например, хоккейный город полностью перегружен, нам нужно строить еще один лед, потому что у нас очереди уже детей, которые хотят играть в хоккей. Это здорово. Нам нужно просто найти возможность, построить катки, дать возможность людям заниматься хоккеем. Тогда мы уверены в том, что мы обыграем Канаду. Мы уверены в этом на сто процентов. Нам только нужно дать эти возможности для наших детишек, и мы к этому стремимся. И мы хотим быть примером, но нам для этого... Вот вы заводите вопрос, в чем секрет посещаемости. Можно ответить просто – это наши победы. Это наши победы. – Спасибо большое. Спасибо, коллеги. – Спасибо.